Всем привет! С вами вновь Андрей Бальмант, и я отвечаю на последний десяток вопросов, так как на новый десяток вопросов не хватает. И первый вопрос задал Андрей Князев. Сейчас много всяких субкультур, которые из всего этого, если не принимать во внимание моё мнение и дерьма, тебе ближе? Ближе всего, если откинуть всякую ванильную хуйню, хипстеров и прочее. Нет. Я, наверное, отнесу себя к хике. Это забитые и зажатые задроты, которые подписаны на паблик без исхода. Хоть на него я не подписан, мне там самое место. В какие MMORPG играл или играешь в данный момент? О-о-о! На самом деле их было очень много. Это всякие Эверквест, Рифты, Рейплсы, Рагнароки, Айоны, Драгонсанги, Форсакен Воллд и прочее. И китайское, и корейское говно, название которого я даже не смогу выговорить. Или, блин, даже вспомнить. Я сейчас пытался что-то вспомнить, когда я читал этот вопрос. Большую часть, я даже там их 15-20 больше вспомнить не смог и даже найти про них ничего не смог. Играю я сейчас в Don't Starve, так как больше ничего мой комп не тянет. И жду такие игрушки, как Архейдж, который сейчас находится на стадии ОБТ в Корее или где там в Китае, в стране ксоглазых у ёмбков. И больше всего жду Blade & Soul, который всё-таки русских сервов пока ещё не сделали. Я надеюсь, как бы, что в том времени я уже накоплю себе на новый комп. Лена Пастухова. А, кстати, предыдущий вопрос задал Виктор Чешков, что я забыл озвучить. Лена Пастухова. Ника Черникова слушал. Конечно, я слушал Ника Черникова. Кто его, блядь, не слушал. Очень харизматичный, очень интересный певец. Как бы ничего против не имею. Мне он весьма нравится. Все песни, как бы, задействуют определённую дина, блядь, как сказать. Короче, все песни сделаны именно в тот момент, когда это актуально. Там всякие хачи с низкой посадкой, прошлух всяких и прочих задротов компьютерных, как бы, чувак очень правильно делает. Андрей Князев. Какие группы тебе нравятся? Мне не нравятся вообще понятия, а у меня звонят, так что я извиняюсь. Да. А куклы ещё не припёрли, они в стадии посылки из другой страны в нашу, поэтому, как бы, вести тебе пока нечего. Она, короче, перенаправила свой заказ на меня, и поэтому меня сейчас заёбывают всякими тупыми звонками и всякими тупыми просьбами. Можем мы скинуть тебе на работу это всякое поебение, хотя они туда даже пройти не смогут. В общем, я сейчас разобрался, на днях мне подвезут это говно, и тогда, как бы, я тебе уже смогу позвонить. Да-да-да, просто вообще, как бы, они... Короче, хуй, их там хуй поймёшь, они, блядь, какие-то спланировали мне сегодня привезти, насколько я понял, до шести часов. Потому что у меня сегодня единственный выходной, я на сегодня, как бы, переделал заказ. Пока ни звонка, ни хуя, а потом они мне просто фактически не смогут это доставить, так как я буду работать. Поэтому вообще хуй знает, что это за компания, как они всё это везут, блядь, сам нихуя не понимаю. Просто, я не знаю, Макс оставила, как бы, мои же данные, а если, я не знаю, могу теперь, не хватит ли у меня полномочий переделать это всё на тебя. Ну, типа, давай. Ещё я, кстати, снимаю тут новый видос, и ты мне прям вовремя позвонила. Да, короче, когда мне их смотри, когда мне их припрут, я тебе позвоню, и тогда уже... Да, я тебе не позвоню, я их тебе просто перекину. И там уже разберёмся. Всё, давай тогда. До встречи. Пока. Так, извиняюсь за этот фейл. Вновь вернём музыку. А, Андрей Князев. Трам-там-там-там-там. Какие группы тебе нравятся? Группы мне не нравятся. Слушаю рандомно всё, что только возможно слушать. У меня есть только один критерий в подборе музыку, которую я закидываю себе, как бы, на импешку. Секундочку. Вот так гораздо лучше. Голос. Голос певца. Секундочку. Голос певца. Да, если мне нравится голос, значит... Немного не так. Единственный критерий — это вообще, вообще голос. Если мне не нравится голос, то любая самая охуенная группа, даже которую я могу слушать пять лет, идёт нахуй. И просто, допустим, тот же Мэнсон в последнее время уже поёт, как ебучая истеричка. У него голос весь сорвался, сошёл на нет, он превратился в плаксивое говно, которое ноет на сцене. И хоть я его и слушал всю практически часть своей жизни, в данный момент последние альбомы, я считаю, неудачными, а концертные выступления даже не смотрю. Поэтому голос — единственный критерий. Если он мне понравился, значит, любая группа в любом жанре, блин, будь ты так, хоть Алла Пугачёву, блин, а не Филипп Киркоров, я буду её слушать. Если не понравился, то давай, до свидания. Дальше вопрос от Бум-Бум. С каким животным себя ассоциируешь? Я ассоциирую себя с ленивцей и пандой, потому что они ленивые до жопы, как и я, и с коалой, потому что она любит обнимашки. Можешь ли себя назвать свободным человеком или всё же ограничиваешь себя в какие-либо социальные или общественные рамки? Да, я себя ограничиваю. На данный момент работа сильно, скажем так, загнала мой характер, так как на работе очень большие этическо-морально-нравственные рамки. Нельзя не ругаться, нельзя использовать мат, нельзя издеваться над хачами, нельзя проявлять нацизм, расизм, блядь, и всё на свете. Я очень сильно изменился, превратился просто в тихое говно, которое всё время молчит, которому ничего не интересно на работе, кроме как выполняет свою непосредственную обязанность. И я забил себя в комнату, где мне уютно, комфортно, и поэтому, да, я считаю себя, блядь, долбоёбом, которого загнали в клетку. Дальше. Куча всякого спама. Тебе важна популярность? Илона Беккер. Недавно я почистил список друзей, удалил около 1200. Из них на данный момент отписалось уже около 600 человек, поэтому нет мне особой популярности. Это, конечно, весело, интересно, но для меня всё, что я делаю, это просто фан. Убить время, занять себе чем-то, лишний час-другой. И как-то, в принципе, мне не особо важна популярность. Было бы, наверное, неплохо, было бы круто, но я не настолько от этого зависел. Анюта Никулина, тебе важна личная гигиена? Мне важна личная гигиена, именно связанная с моей орально-сосательной областью. Всё остальное мне не важно. Сосаленные волосы, весь потный, блядь, буду ходить как уёбок. Блин, меня хрен загонишь рано, потому что, блядь, я слишком ленив, чтобы, блядь, постоянно вот это мыть, сушить. Загорал лето? Нет, я проебал лето. Я не загорал. Я один раз, и то выбрался на шашлык со своей девушкой, и то было холодно и ветрено. Как-то очень много рабочих дней у меня выпало на нормальную погоду, а все выходные на моменты, когда у нас в Москве шёл ебучий ливень нон-стопом. Поэтому лето я проебал и не загорал теперь. Я ебучий альбинос. И последний вопрос. Катюха, респект. Какие направления в музыке предпочитаешь? На данный момент предпочитаю, на самом деле, максимально нежную и спокойную музыку. Предпочитаю любое направление, начиная от минимума, заканчивая какими-нибудь акустическими альбомами рок-групп, известно. Так как, не знаю, башка уже болит от всего тяжёлого, от всяких дабстепов, от всякой резни электронной. Как-то так. 10 вопросов, 10 ответов. Всем спасибо, кто слушал. Кому понравилось, заходим на публичную страницу Андрея Бальмонта. Топик Аскме, задаём всем отвечу. Про всех помню, ни про кого не забываю. Всем пока. Продолжение следует...